Здравствуйте друзья! Возвращаемся к теме APU серии AMD Raven Ridge и на очереди у нас геймплейный тест графического ядра Radeon Vega 11. В этом видео мы кратко обозначим тестовый стенд, напомним о важной особенности данного APU, протестируем его в двух десятках игр в разных разрешениях и подведем итоги. Подробные тайм-коды есть в описании. Напомним, что Vega 11 является составной частью APU Ryzen 5 2400G, подробный обзор которого уже есть на канале. Конфигурацию его тестового стенда мы не меняли, поэтому по-прежнему используется материнская плата от MSI, SWO от BigWide, 16-гигабайтный комплект ОЗУ от Patriot в режиме DDR4-2933, парочка SSD от GoodRam и другие компоненты. Запись же ввелась на внешнюю систему с AverMedia LiveGamer HD 2, то есть без потери производительности. Подробнее тестовой конфигурации есть в описании. Поскольку в прошлый раз у нас возникли некоторые сложности со стабильностью работы IGPU и адекватностью полученных результатов, то умудрённые опытом мы сразу же зафиксировали его частоту на уровне 1240 МГц и подняли рабочее напряжение до 1,2 В. Правда в нашем случае такие действия привели к существенному росту тепловыделения, поэтому на штатной вертушке вряд ли удалось бы достичь таких показателей. 20 игр для тестирования были выбраны по итогам вашего голосования. В списке есть лишь одна замена. Call of Duty почему-то не понравился установленный драйвер и она захотела более свежую версию, которую мы не нашли на официальном сайте. Подобное предупреждение возникало и в других играх, но они успешно запускались, а вот Call of Duty отказалась. Мы даже полностью переустановили её, но и это не помогло. Поэтому вместо неё включена другая популярная новинка – Final Fantasy 15. А теперь переходим к самим тестам. Игры отсортированы по мере увеличения количества ваших голосов. То есть получился своеобразный хит-парад 20 наиболее популярных проектов среди активных зрителей нашего канала. На 20 месте расположилась Far Cry Primal. В Full HD её можно запускать лишь с низким пресетом графики, получая на выходе консольный фреймрейт в районе 30-33 фпс. Играть можно, но особого удовольствия мы не получили. Поэтому опустились до HD и подняли качество графики до среднего уровня, что соответствует профилю Normal. В таком режиме средняя скорость поднялась до приятных 60 фпс, а минимальная не опускалась ниже 48. График времени кадра был достаточно спокойным, без резких пиков. На одну строку выше в рейтинге популярности оказалась Dota 2. Особых проблем при игре на максимальных настройках в Full HD мы не испытали. Скорость видеоряда держалась в районе 55-60 кадров в секунду, а управление было весьма отзывчивым. Да, график фреймтайм был довольно рваным, и возможно при столкновении большого числа героев скорость просядет. Но в таком случае можно будет снизить настройки качества или разрешения. Тема зомби-апокалипсиса ещё популярна среди игроков, поэтому при желании вы сможете пройти Dying Light на Vega 11, но при низких настройках графики. Средняя скорость поднялась до 44 фпс, а минимальная не опускалась ниже 36. Никаких лагов или микрофрезов не было, всё вполне играбельно. Даже график времени кадров был получше, чем в Dota 2. Rise of the Tomb Raider является гораздо более требовательным проектом, поэтому поначалу пришлось опуститься к очень низкому пресету. Результаты оказались неоднозначными. С одной стороны, полученные 35-39 фпс находятся в играбельной зоне. С другой, детализация объектов очень бедная и чувствуются некие подлагивания, мешающие погрузиться в сам процесс. Возможным выходом из ситуации станет переход в HD и активация профиля с низкими настройками. Картинка становится чуть симпатичнее и частота поднимается в диапазон 40-50 кадров в секунду. Final Fantasy 15 можно худо-бедно запустить в Full HD, но лишь при низком пресете графики. Бегать по локации вы сможете в среднем при 27 фпс, с просадками до 20 и неприятным графиком времени кадра. В боевых сценах фреймрейт обязательно снизится, поэтому лучше сразу перейти к HD. Правда и это не настоящая панацея. Скоростные показатели перемещаются в район 35 и 40 фпс, а график фреймтайм становится более спокойным. Возможно, этого хватит и на боевую составляющую, но это не точно. 15 строчку по популярности занимает Rainbow Six Siege. В Full HD она вполне играбельна и при среднем пресете, если вас не смущают просадки до 30 кадров в секунду и средний показатель в 50. С отзывчивостью управления проблем нет, поэтому вести прицельный огонь можно и в таком режиме. Но если опуститься к HD, то можно выбрать даже высокие настройки при полностью комфортном фреймрейте в диапазоне 60-75 кадров в секунду. То есть играть можно в обоих режимах, но каждый для себя выберет какой ему подходит лучше. Погонять по улочкам Fortuna Valley в Need for Speed Payback можно и в Full HD, но придется опускаться к низкому пресету, чтобы получить играбельный фреймрейт в диапазоне от 30 до 40 кадров в секунду. На Vega 8 при таких настройках чувствовалась небольшая заторможенность, здесь же вполне можно кататься. Еще лучше дела обстоят после перехода к HD. Средняя скорость поднимается до 54 кадров в секунду, а минимальная не опускается ниже 40. Если качество графики для вас не в приоритете, то в таком режиме ездить гораздо приятнее. Любителей Overwatch наверняка порадует возможность запустить игру в Full HD при среднем пресете. Да, 35-50 фпс нельзя назвать полностью комфортным уровнем, но проблем с отзывчивостью управления не было. Лагов и статтеров также не обнаружено, да и график фреймтайм был относительно спокойным. Но если вам хочется получить более высокий фреймрейт, тогда можно либо снижать пресет графики, либо перейти в HD. В последнем случае можно даже выбрать высокий профиль настроек, получив взамен 60-80 кадров в секунду. Как и в случае радуги, игра полностью играбельна в обоих разрешениях. В CS GO результаты оказались ещё выше. В комментариях вы просили ставить низкие настройки, так что пожалуйста. Full HD, тяжёлая карта Nuke с ботами, пробежки через дым – всё это не просаживает скорость ниже 78 фпс. Средний же показатель и вовсе поднялся до 124. А если при таких настройках спуститься к HD, то минимальная скорость поднимается до 85 кадров в секунду, а средняя – до 150. В сетевой игре показатели будут ещё выше. Doom не забыта, и благодаря вашим голосам она поднимается на 11 строчку нашего хит-парада. А поскольку тестируем графику от AMD, то игру запускали в вулкане. Для народного разрешения пришлось не только выбрать низкий пресет, но и вручную убрать сглаживание. В таком режиме мы не заметили просадок ниже 33 фпс, а средняя скорость находилась в районе 46. Всё вполне играбельно. Переход в HD позволил выбрать низкий пресет без дополнительных ручных изменений. В таком режиме можно рассчитывать на вполне комфортные 50-70 фпс. То есть при желании и эту игру можно пройти и без дискретной видеокарты. Радует, что требовательная Kingdom Come Deliverance вообще запустилась в Full HD не в режиме слайд-шоу. На этом хорошие новости заканчиваются. Ведь пришлось выбрать низкий пресет, приспосабливаться к input lag и балансировать на грани играбельности с показателями в 20-30 кадров в секунду. Если же вы намерены её пройти, тогда настоятельно рекомендуем перейти в HD. Да, картинка становится ещё чуть хуже, зато минимальная скорость уже не опускается ниже 36, а средняя поднимается до 53. График времени кадра становится более спокойным, а управление – прогнозируемым. Еще один проект на вулкане Wolfenstein 2 The New Colossus при Full HD играбелен лишь с низкими настройками графики. За непродолжительную игровую сессию мы поймали фриз до 20 фпс. В среднем же скорость находилась в районе 40 кадров в секунду. Если опуститься до HD, то можно выбрать даже средний профиль. Это не уберегло от просадки до 22 кадров в секунду, но средний показатель поднялся до 60 фпс. То есть в таком режиме играть было куда приятнее. Низкий пресет в 1080p обеспечивает консольный фреймрейт Fallout 4. В тяжелых сценах, например при взгляде на город с высоты, скорость снижается до 30 кадров в секунду. А если бродить по улочкам с ограниченным кругозором, то он поднимается выше 40. Хотя чувствуются легкие подергивания. Если же переходим в HD, то в сценах попроще упираемся в вертикальную синхронизацию, а в более тяжелых местах случаются просадки до 41 кадра в секунду. В целом средний показатель составил приятные 54 фпс. В Watch Dogs 2 при Full HD можно использовать лишь низкие настройки. При езде по городу скорость не опускается ниже 28 кадров в секунду. Если же покататься по газонам, то просадки достигают 25 фпс. Средняя же скорость держится в районе 31. В HD фреймрейт повышается на 6-8 фпс и перемещается в диапазон 30-40 кадров в секунду, что делает геймплей чуть более приятным. Поэтому как минимум познакомиться с этой игрой можно, но рекомендуем устанавливать её на SSD, если таково имеется. Похожая ситуация наблюдается и в Assassin's Creed Origins. При народном разрешении и очень низком пресете можно рассчитывать в среднем на 27 фпс с просадками до 21 и очень рваным графиком времени кадра. Бегать можно, но без особого удовольствия. В HD ситуация со скоростью заметно улучшается. Минимальный показатель поднимается до 31 фпс, а средний – до 40. Микрофрезы остаются, но за счет более высокого фреймрейта играть приятнее. И вот мы подошли к пятерке самых популярных игр по результатам вашего голосования. Обновленный World of Tanks версии 1.0 автоматом предложил Full HD и высокий пресет графики, при котором мы получили 52 фпс с просадками до 38. Картинка, конечно, красивая, но в управлении на ЛТшке слегка ощущалась некая желейность, которая требует времени на привыкание. Добавим, что это чисто субъективное впечатление, связанное с опытом игры на более мощных системах. Переход к среднему пресету повышает частоту до 77 кадров в секунду с просадками до 50. Но управление все еще не ощущалось полностью комфортным. Если помните сказку «Принцесса на горошине», то можете понять наши чувства. При низком пресете проблем с управлением уже нет никаких. Минимальная скорость не опускается ниже 81 фпс, а средняя и вовсе поднимается до 134. Но любоваться новой графикой уже не получится. И в качестве альтернативы можно снизить разрешение, скажем, до 1600 на 900. Мы его выбрали для удобства монтажа видео из-за соотношения сторон 16 к 9. При среднем пресете можно рассчитывать на комфортные 60-80 фпс. Одним словом, играть можно даже в Full HD. И тут все зависит от привередливости вашей внутренней принцессы. Первый запуск PUBG закономерно прошел при очень низком пресете. При высадке фрезы достигают 20 кадров в секунду, а в основной игровой фазе мы получили 34 фпс с просадками до 26. График времени кадра был достаточно рваным, но не критичным. Вполне можно вести прицельный огонь как в ближнем, так и в дальнем бою. В HD разрешении ситуация заметно улучшается. Минимальная скорость не опускается ниже 40 фпс, а средний показатель поднимается до 54. Что делает геймплей вполне играбельным. В GTA 5 лишь текстуры были переведены в высокое качество. Остальные настройки остались на минимальном уровне. В таком режиме в городе можно рассчитывать на 30-40 фпс. За городом просадки достигают 28 кадров в секунду. Управление было вполне отзывчивым, подлагивания и статтеры отсутствовали. Переход в HD особо ситуацию не меняет. На природе поймали просадку до 25 кадров в секунду. В городе же фпс держался в районе 50. Хотя мы мало в нем поездили. Поэтому средняя скорость по результатам тестовой сессии составила всего 42 фпс. В третьем ведьмаке мы также побегали в городе и за его пределами. В Full HD пришлось ограничиться низкими пресетами графики и постобработки. В окрестностях Навиграда фреймрейт держится в пределах 30-40 кадров в секунду. В самом городе уже фрезит до 20, поэтому играть не очень комфортно. А если опуститься к HD, то можно выбрать средние профили. Пробежка по Навиграду далась при 30-40 кадрах в секунду. А в его окрестностях частота поднимается выше 50 фпс. И график времени кадра становится достаточно спокойным. Лидером голосования оказалась игра Battlefield 1, а точнее ее сетевой режим. Неожиданно в Full HD при низком пресете на довольно тяжелой карте Амьен мы получили вполне играбельный фреймрейт. В среднем 45 с просадками до 38. Хотя первые несколько минут боя до записи происходила подгрузка объектов и возникали фрезы, которые в дальнейшем не повторялись. Переход в HD при тех же настройках графики поднимает среднюю скорость до 67 фпс, а минимальную до 58. В качестве эксперимента мы также попробовали включить вертикальную синхронизацию, чтобы снизить нагрузку на систему. В таком режиме график времени кадра стал чуть приятнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Н.Александрова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В итоге, лишь проблема с драйвером не позволила нам запустить Call of Duty. Остальные требовательные проекты оказались вполне играбельными. Да, местами для этого придётся перейти в HD и до минимума опустить настройки графики. Но при этом вы сможете познакомиться с любыми играми. А если вы отдаёте предпочтение нетребовательным сетевым проектам уровня Dota 2, CS GO или танкам, то и вовсе в Full HD можно выбирать высокие либо максимальные настройки. То есть Ryzen 5 2400G действительно может заменить процессор и бюджетную видеокарту. И с этой позиции его ценник выглядит вполне оправданно. Но если вспомнить о возможной необходимости дополнительных манипуляций с настройками для стабильной работы, потом более высокий нагрев и наличие сильного внутреннего конкурента в лице Ryzen 3 2200G, то его привлекательность несколько меркнет. На этом всё. Спасибо за ваши лайки, комментарии и репосты. У нас в планах ещё сравнение новых APU с процессорами Ryzen и с бюджетными видеокартами. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новых обзоров. Всего вам хорошего и до новой встречи!